Бойцы На них загоралась одежда, и люди обгорали, и было приказано костры потушить, а обессилевших людей от них оттащить. На пятые сутки бойцы поголовно падали на снег, и многие замерзали. Надежды выжить было мало, и некоторые считали, что это легкая смерть лечь и не встать, будто уснул навсегда. Ночью на шестые сутки упал и Никонов. Мысленно простился с жизнью и приготовился встретить смерть. Но случилось чудо, будто кому-то было неугодно, чтобы этот прошедший уже столько опасностей человек вот так вот запросто погиб. Из пяти посланных ранее на разведку бойцов, двое вернулись живыми. Пожилой боец Зырянов из воды Никонова поделился со своим командиром, добытым где-то сухарем. Кусочек сухаря весом в 4 грамма спас лейтенанту жизнь. Никонов встал и смог идти дальше. Тем временем немцы обложили отряд с двух сторон. Пришлось собрать последние патроны для группы прикрытия и уходить. Остаткам полка удалось перейти железную дорогу недалеко от станции. Немцы тоже замерзали. Они развели огромный костер и стояли вокруг него и грелись. Из-за яркого огня они не увидели, как в метрах 70 от них без единого выстрела прошли вырвавшиеся уже из окружения бойцы рейдового отряда. Уже в тылу первым делом пошли за кашей. Каши было наварено на весь списочный состав, а живыми вернулись немногие. Поэтому, по воспоминаниям Ивана Дмитриевича, ели без меры, сколько влезет, по два котелка и больше. Один из бойцов смог съесть целое ведро. Все очень удивлялись, когда в него столько влезло и думали, что это все не просто так пройдет. Но у бойца все прошло нормально, без всяких желудочных расстройств. Также мечтали о супе, которого, как вспоминал Иван Дмитриевич, не ели с лета 41-го года. И опять в полку почти не осталось личного состава. 1267-й стрелковый полк отправили на формирование, пополнив тремя маршевыми батальонами. Людьми также пополнялись и другие подразделения. Засиживаться не дали, опять двинулись в направление с паской по листе. Взводу Никонова напополам с минометными подразделениями выдали одну подводу. Бойцы, помня о голоде, помимо имущества загрузили на нее куски мяса, нарубленные вдоль дороги от упавших лошадей. Подошедший командир роты хотел их отругать, но передумал, понимая, что люди снова идут на смерть и голод. Средств связи в полку было мало. Была радиостанция, несколько телефонных аппаратов и катушек с кабелем. Даже что имелось, было уничтожено при обстрелах под спаской по листью. К тому же кабель использовали вместо лучин. Он очень хорошо горел, хоть и коптил сильно. Но несмотря ни на что, связь в бою на имевшихся линиях была бесперебойной. Глава «Мясной бор». После полк был направлен не на старые позиции к спасской по листью, а левее к «Мясному бору», где на 4-х километровом участке был осуществлен прорыв вражеской обороны. В этот прорыв и устремились соединения части ударной армии навстречу своей гибели. Войска продвинулись в глубину на 10-15 километров и начали расширять плацдарм. Перейдя железную и шоссейную дороги, 1-й батальон 126-го стрелкового полка сумел прорвать оборону немцев и пошел дальше. Под спаской по листью и в «Мясном бору» воевала не вся 382-я стрелковая дивизия, а два ее полка 1267-й и 1265-й. 1269-й стрелковый полк оставался возле железнодорожного моста через Волков под Чудово. Даже часть тыла 1267-го стрелкового полка, в том числе транспортная рота и некоторые другие подразделения, не смогли пройти за «Мясной бор». Противник оказывал сопротивление в основном возле населенных пунктов. Серьезных оборонительных укреплений на этом участке у немцев не было. Поэтому они с боями отходили вглубь обороны, словно засасывая за собой наступающих. Но у основания прорыва держали оборону мертвой хваткой. Наши войска продолжали продвигаться вперед. За пехотой по глубокому снегу двигалась артиллерия. Из-за узкости коридора двигаться приходилось будто в длинной кишке. То есть с флангов на расстоянии около 500 метров находились немцы, а впереди 10-15 километров передовые части нашей пехоты. Положительным было то, что бойцам стали наконец выдавать сухой паек. Однако в феврале снабжение прекратилось. Выдавали в лучшем случае по сухарю на брата в сутки, а то и вообще ничего. Поначалу можно было найти брошенок, обесиливших лошадей и употребить, но часто без соли, что вызывало желудочные расстройства. Но вскоре эта возможность пропала, и начался страшный голод. Продвинувшись уже достаточно далеко вперед, повернули вправо к железной дороге. Эта местность была хорошо укреплена немцами, оказывающим здесь ожесточенное сопротивление. Из-за недостатка огневых средств и невыгодности позиции, 382-й стрелковый полк опять начал нести серьезные потери. Лейтенант Никонов со своими бойцами продвигался в передовых подразделениях, наступающей пехоты, обеспечивая командира полка связью с комбатами. В самих стрелковых батальонах связи уже не было. На соединение с наступавшими продвигались части 54-й армии. Уже хорошо была слышна не только канонада, но и оружейно-пулеметная стрельба наступающих частей Ленинградского фронта. Надеялись на скорую встречу. В промежутке между боями лейтенант Никонов послал одного из бойцов в тыл полка, за новым телефонным аппаратом взамен разбитого пулей. Но тот словно пропал. Лишь во второй половине дня Никонову позвонил представитель заградотряда. Он спрашивал, есть ли в роте боец Гончарюк, и где он сейчас находится. Оказалось, его задержали в тылу полка, приняв за шпиона, за то, что он ходил по нашим тылам в немецкой шинели. Просто незадолго до этого он спалил свою, заснув у костра. Потом он снял шинель с трупа здоровенного немца, так как он сам был очень внушительных размеров. А советской шинели таких размеров не нашлось. Через некоторое время Гончарюк вернулся, но еще долго обиженно ворчал, что, мол, вот тыловые крысы сидят там, немцев не видят, так своих хватают. Не верят, что свой. На это Никонов заметил, что не стоит обижаться. Могли бы ведь просто взять и расстрелять на всякий случай. А он дозвонился и выяснил. Обмундированием нашим войскам служили ватный костюм, шинель, валенки и шапка-ушанка с ватным верхом. Такая одежда загоралась, как порох, а тушилась очень трудно, тлела. Когда на переходах, измотанном от голода, холода и недосыпанием людям, наконец удавалось погреться у костра, многие мгновенно засыпали и загорались. Ну а потом, что греха таить, снимали одежду с еще не окоченевших убитых. Думать надо было о живых. Правда, иногда случалось и такое, что валенки стаскивали с раненых, но еще живых бойцов. А если талых трупов не было, то некоторые отрубали или отламывали валенки с ногой, и потом снимали их у костра. С такими поступали по-разному, даже убивали. Самосуд был не редкостью. Вскоре при переходе к станции Глубочка погиб командир роты Маликов, с которым Иван Дмитриевич прибыл на фронт после окончания курсов. Его убил снайпер. Командовы троты, да и всей связью полка, которая уже почти не осталась, назначили его самого. К ночи подошли вплотную к железной дороге. Любань находилась впереди, правее километрах в 16. Ночь была очень морозная. Командир полка с комиссаром, чтобы не замерзнуть, выкопали себе маленькую ячейку и поместились в ней. Никонов почувствовал, что если они не начнут копать яму, то к утру превратятся в льдышки. Поэтому без лишних уговоров он первым взялся за работу. Копал штыком, другого инструмента не было. Остальные сидели и смотрели. Потом подошел пожилой боец Пономарев и стал помогать. Подошли и другие. Остался сидеть один боец Воронов. Молодой крепкий парень, только что окончивший какой-то московский институт. Сидит, мерзнет, сопли текут и превращаются в сосульки. Никонов позвал его. Помогай, будешь работать, согреешься. Потом под палаткой будет теплее. Но тот не стал работать и к утру замерз. Немец занял хорошо оборудованную позицию по насыпи железной дороги Москва-Ленинград. Имея все виды вооружения и достаточное количество боеприпасов. Утром полк без артподготовки был поднят в атаку, которая не имела успеха. За время январско-февральских боев мясноборский плацдарм превратился в котел около 200 километров по внутреннему кольцу и узкой горловины 3-4 километра у мясного бора. По берегу Волково участок прорыва составлял примерно 25 километров. По линии соприкосновения сторон постоянно велись активные действия местного значения. Наступления, отходы. Командование немецкой армии прилагало все усилия, чтобы не дать нашим войскам возможности расширить участок прорыва у мясного бора. Потому что, как вспоминал после войны один из немецких бойцов, исход боя решался не в глубине территории, у острия наступательных клиниев противника, врезавшихся далеко в наши тылы, каким бы угрожающим они не выглядели на карте. А на месте прорыва Волково у шоссе Новгород-Чудово, то есть у населенных пунктов мясной бор, мазки и спаская полист. Это ясно сознавало командование группы армии «Север», потому что немецкая сторона с огромным трудом выдерживала натиск наших дивизий, пытавшихся расширить участок прорыва. Для этого им пришлось вводить чрезвычайные меры, поставить в строе все маршевые роты, тыловые подразделения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok